Понимаете, чужая жизнь, она всегда потемки, а тем более мужчины такие люди, они очень импульсивные порой. И может быть, какая-то тайная, я не знаю, может быть, его связь, которая была, не была, но даже если она и была. И может быть, он хотел и припугнуть, а получилось... А он так и говорил там же, хотел напугать. Да, получилось не все так просто. Он даже не знал, как ее забудут. Потому что по характеру видно, что мужчина такой достаточно сильный. Нет, есть вопросы. Мы уже сейчас пытаемся, как бы, тут обсуждать, мог он совершить это? Это другие функции, чужих других людей. Для меня непонятна ситуация. А что насчет товарища Леонтьева? Вы так как-то сказали скользко? Его убили через неделю после того, как он сознался. А, так вы же не сказали этого. Мне не дали договорить. Он мне сознался, потому что у меня здесь не складывается. Я услышала, придя на работу, я узнала уже где-то дня через 4, после того, как он был уже убитый. И сотрудница меня спросила, ну как у тебя дела, как Вова? Я говорю, да коррестованный сидит. Но ведь не может быть, говорит, что они там, говорит, бестолковые что ли, зачем на него все вешают? Я говорю, да арестовали, говорю, раз у него, говорю, было еще условное, незакрытое. Это же для них карты в руки. То, что на него повесить, это проще. Хорошо, Леонтьев, у вас... Да, у него незакрытое условное было. У молодости он... У кого? У Леонтьева? Нет. Сына. Сына. Нет, а Леонтьев-то, Леонтьев, что ли? А Леонтьев мне признался, а после того... Ну, парень такой. Я узнала, что он убит промах. Ну, хорошо, вы эту информацию донесли все равно потом. Я эту всю информацию своему адвокату сразу же сказала. Адвокат говорит, я все это, ну, в общем, пущу в дело. Свидетели всего этого есть. А то, как Леонтьев говорил мне, он рассказал своим друзьям. Они тоже это подтвердить могут. Так и хорошо, если у вас есть информация, что человек конкретно сознался в садеином, как это невозможно, чтобы... Ну, сюда, мы все сейчас боимся эту всю информацию открыть людей. Кому это интересно там, мой друг? Кому это будет интересно там? Бери одного ничем не гарантированно. Я с работы ходила, я все отрисла. Я предлагаю, Бог успокоится. Мы не узнаем сейчас правду, мы ее не выясним. Иначе бы она была уже доказана. Мы для чего здесь собрались, я не очень понимаю. Хоть как-то повлиять на... Если мы собрались для того, чтобы послушать истошные крики из зала, хотя вроде бы, мне казалось, мы живем в стране, где есть такая вещь, как презумпция невиновности, только суд может установить, кто виновен или нет. И нам здесь рассказывают. И с легкостью у нас идет наклеение ярлыков. Убийца, не убийца, любовница, не любовница, шантажировал, не шантажировал. Я не знаю. Я не знаю, как был материал. Но коли мы эту тему подняли, давайте мы пытаемся как-то разобраться, что есть. Следственном комитете. Следствию много вопросов.